Жители домов частного сектора на левом берегу Ами между Фрунзенским и Октябрьским мостами беспокоят состояние лестницы, которая связывает их микрорайон с улицей Омская. В понедельник мы рассказали, что люди составили коллективное письмо в адрес администрации города с просьбой укрепить конструкцию. Однако на этой неделе с редакцией Антенны 7 связались специалисты мэрии и сообщили, что уже провели необходимые работы. К месту событий выехали мои коллеги. По делам, к врачу, на уроки. Сотни людей ежедневно поднимаются и спускаются по этой лестнице. Для них она словно путь жизни. Этот путь соединяет с центром города целый микрорайон. Здесь, на левом берегу Ами, рядом с Фрунзенским мостом, расположены дома частного сектора. Каир живет в одном из них. Поселок, массив жилой, связан с городом. Там маршрутки, автобусные движения и школы. Больница, школа и все там. Так что нам некуда деваться, кроме как по этой лестнице. Однако этот путь стал кратчайшим не только для людей, но и для воды. Во время весеннего паводка и летних ливней огромные потоки уходили с жилого микрорайона на улице Омской сюда, вдоль этой конструкции. И вот последствия, эти рвы, которые проделала вода, видны хорошо и сейчас. Люди стали бить тревогу. Пешеходам стало казаться, что лестница стала шаткой. Они решили, конструкция может обвалиться. Специалист управления Сергей Павлов с догадками людей согласен только отчасти. По этому косогору весь грунт уходил вот сюда, на улицу Подгорную, где мы сейчас с вами находимся. Тем самым оголялись опоры металлические, на которых была смонтирована вот эта лестница. И, естественно, уменьшалась прочность вот этой всей конструкции. На сегодня у нас вот эта лестница приведена в нормальное рабочее состояние. Сделаны все подсыпки, были упрощена конструкция, было все покрашено. Но прежде эксперты выяснили, откуда взялись потоки воды. Эти новые дома по улице Омской построили без ливневки. И по уклону большое количество воды устремляется вниз. Первой преградой на ее пути теперь станет большой сток в гаражном кооперативе. Сделав вот эти вот лотки здесь, мы отсекаем основной поток воды. Заводим здесь в ливневую канализацию, спускаем туда вниз уже по ливневому коллектору. Мы надеемся, что все получится. Но если талые и ливневые воды преодолеют и этот барьер, то попадут в лоток у лестницы. Новинку оценивает Виктор Васильевич. Этой весной вода топила и его гараж. Они проделали хорошую работу. Они между гаражей, сливной колодец сделали такую же траншею. И оттуда вода теперь мало идет. И поступает сюда мало. Размытия не будет. А раньше вся вода шла сплошным потоком именно сюда. С другой стороны у лестницы привезли грунт. Он тоже примет на себя часть влаги. Правда, некоторые жители к работам Управления дорожного хозяйства и благоустройства относятся скептически. Посмотрим, дожди будут, посмотрим. Жители просят осветить лестницу лучше, добавить фонарь на столб у подножия лестницы. А вот мусор вдоль конструкции – это их же рук дело. Мы сегодня уберем. Завтра будет. Ну, не столько же, но примерно так же. Впрочем, мы попросили Сергея Павлова поставить в начале и в конце лестницы урны. Чистота тут напрашивается. Ведь лестница давно стала не только переходом на другой уровень, но и местом для свиданий. Евгений Нефанов, Александр Филиппов, Антенна 7. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...